Ну, здравствуйте, дорогие. Я бы хотел с вами поделиться, донести до вас такой тезис, связанный с OpenStreetMap. Сам я работаю в различных сферах, связанных с анализом данных и с геоинформационными системами, с открытым, свободным программным обеспечением, и в том числе зарабатываю в этих сферах деньги, и в том числе я работаю в международных проектах. И уже несколько лет я являюсь участником проекта OpenStreetMap и рисую скоб. Большая часть скоба отрицована лично мы. И, соответственно, я думаю, что я понимаю о том, что такое OpenStreetMap и как он может повлиять на людей. И мысль, которую я хочу до вас внести, это то, что OpenStreetMap является хорошей площадкой для старшеклассников, для их развития и для их будущего профессионального и карьерного роста. И здесь я бы хотел выделить два пункта. Первый пункт это то, что OpenStreetMap позволяет школьнику расширить свой опыт и помочь ему определиться с профессией. И второй пункт здесь это то, что OpenStreetMap это такой глобальный международный проект сетевой, и когда ученик в этом проекте участвует, он хорошо и с интересом проводит время. Теперь более конкретно про каждый из этих пунктов. Почему OpenStreetMap хорошая стартовая площадка для развития профессиональных навыков? Дело в том, что OpenStreetMap, OSM, это такой многослойный технологический пирог, основой которой являются геоинформационные технологии, но эти геоинформационные технологии, они в себя включают и какие-то географические компании, связанные с географией, какие-то компоненты связанные, очень сильно изучают, связанные с информационными технологиями. Другой момент, это вещи, связанные с правовым обеспечением этих сетков. Там все достаточно сложно и интересно, и здесь ученик, да, молодой человек может это все изучить, и, например, в отличие от Google, Google или Яндекс, которые нам пользователи дают лишь какую-то кушку, вот он дает вам карту, и все, разуйтесь, измеряйте по этой карте расстояния. В OpenStreetMap ученик, ну, участник, он может влиться и принимать участие в любой части этой большой структуры, да, он может просто рисовать карту, он может оформлять документацию, он может перевозить документацию, справку, да, с английского на русский язык, или, наоборот, с русского там еще куда-то, он может бегать по городу или, там, по каким-то лесам, по тем местам, которые ему нравятся, там, на лыжах, на велосипедах, записывать GPS-треки, потом их выкладывать в OpenStreetMap, чтобы эти неизвестные тропинки, по которым вы проехали, они попали в карту и стали частью народного настояния, и, да, другой момент, и, собственно, вот эти вот все технологии, да, с другой стороны, человек также, без информационной технологии, может понять, как работает сложная распределенная информационная система, ведь OpenStreetMap это не один сервер, да, не один какой-то компьютер, на котором работает программа, а это целое множество серверов, которые стоят по всему миру и, соответственно, обеспечивают распределенную нагрузку по всему интернету. И в этом молодой человек тоже может поучаствовать, понять, как это работает, потом распределенная пойти на работу, на рынок труда и пойти получать дополнительное образование. Еще один интересный момент, связанный с OpenStreetMap, это то, что OpenStreetMap это проект многочисленный, тут множество людей работает, и, соответственно, множество интересов разных людей сталкивается, и человек, участник, он вынужден договариваться с другими участниками о том, как это нарисовать, каким тегом это пометить, как лучше это нарисовать, каким цветом это закрасить, как это лучше нарисовать документации, да, и когда лучше организовать мероприятие. Это все требует согласований, и здесь нет начальников, и, соответственно, участник проекта, он учится взаимодействовать с людьми и договариваться. И вот такая структура, мне кажется, очень полезна для... такой опыт в подобном проекте был очень полезен для молодого человека. Итак, это я вам сказал по поводу того, что OpenStreetMap дает хорошие, профессиональные навыки базовые. Второй пункт, о котором я хочу поговорить, что OpenStreetMap это просто хороший способ проведения времени, полезного и веселого проведения времени. OpenStreetMap в эту структуру входит множество людей по всему миру, и для вас появляется возможность участия, знакомства с этими людьми. Вы можете поехать в какую-нибудь соседнюю Эстонию, или вы можете поехать в Америку, или вы можете найти историк этих людей, которых вы раньше не знали, но которые интересуются этим же самым. И на этом расширяется вокруг знакомств, да, и потом лучше порвать время, и, ну, в общем, от этого становится веселее. Другой момент, связанный с вот этой вот многонациональной структурой у нас, например, в том, что в этой структуре в проекте работают, участвуют целая куча людей, и они общаются на разных языках, и у вас появляется стимул изучать какой-то иностранный язык, ну, в особенности английский, ну, хотя не обязательно, и стимул изучения такого языка, он, дополнительный стимул, он всегда будет полезен. Итак, я вам рассказал о OpenStreetMap, и основная мысль заключается в том, что OpenStreetMap – это хорошая площадка для профессионального старта старшеклассников, да, и она позволяет, OpenStreetMap позволяет развивать профессиональные навыки школьника, а также с интересом проводить время. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, ура! Так, 7.42.